Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геев, мы сегодня у нас новое видео по проекту Родина РП первый сервачок, мой ник и IP все будет в описании, поэтому заходите играйте вместе со мной. Ну а перед началом ролика я решил сделать итоги конкурса на автомобиль, это Porsche Panamera, буквально там 24 апреля я создал этот конкурс и сегодня 30 число и сегодня я буду делать итоги данного конкурса. Все это мы будем делать через Random App в принципе программу, сейчас просто берем вот так вот, копируем ссылочку и вставляем. Не хочу затягивать начало, поэтому давайте все быстро делать. Так, по репосту победителя победитель 1 и состоять в группе, все. И нажимаем определить победителя. Так, и победитель у нас Виталик Лихович, надеюсь я правильно прочитал. Давайте переходим к ему на страницу. Итак, смотрим, да, у него моя запись есть, в принципе 27 апреля он сделал этот репост, получается 3 дня назад, поэтому сейчас мы напишем ему, потому что он выиграл, он состоит в группе, он сделал репост, в принципе все условия он сделал. Давайте ему напишем, в принципе, привет, ты выиграл машину на родина РП-01. Все, в принципе у нас тут Виталик победил, я его поздравляю, но вы не расстраивайтесь, потому что я постараюсь почаще делать конкурсы. Конечно было мало репостов, вот было всего лишь 36 репостов, то есть 36 участников, поэтому пацаны давайте как-то поактивней и давайте на этой серии постараемся набрать как минимум 50 лайков. Все, сейчас я получается уже перехожу в игру, будем смотреть новую систему номеров и новую систему продажи машин. Ну что ж пацаны, вот я и в игре уже получается. Мне как только я закончил запись, сразу отписал победителя, у него довольно такая прикольная реакция, я доволен, что он очень обрадовался, я вам скриншот ставлю, если не забуду на экране. Вот эту машину он выиграл, кто не в курсе, вот Поршик такой вот, в полном тюнинге, очень хорошая машина, даже Нитро стоит. Ну и сегодня мы будем смотреть новую систему номеров, потому что на родине добавили систему номеров новую, типа номера будут настоящие, то есть 3 буквы и 3 цифры. Не вот такие вот как сейчас, точнее как раньше были, а будут уже полностью новые номера, русские. Поэтому сейчас мы поедем, я хочу кстати продать Раптор, сейчас посмотрим новую систему продажи. Все это теперь происходит, получается на Ношане, диски у меня почему-то стандартные стоят, но в принципе не важно, походу у меня просто мод на диске слетел, поэтому нужно будет вручную его поставить. Короче не важно, сейчас я куплю ремок, потому что нужно доехать до Южного и починить вообще Раптор, потому что у него целостность очень плохая. И потом я уже продолжу. Вот пацаны, я приехал в Южку, короче, сейчас чиню целостность своего автомобиля, потратил на это уже около 50 тысяч, ну просто чтобы было хорошее состояние, нужно хорошо потратить денег, чтобы целка почти 100 было. Вот, у меня 97 целостность, теперь ее точно купят, сейчас поедем на Анашан, там уже находится БУ рынок получается, и там новая система продажи машины. Сейчас я в принципе вам все покажу. Ну что ж, вот я приехал на Анашан, здесь теперь находится авторынок, давайте посмотрим на цены, потому что я собрался продавать Сур-Автор. Да, это очень классная машина, мне на самом деле жалко ее даже продавать, но как бы нужны деньги, поэтому я собрался продавать эту машину. 2 миллиона 750, ну я свой тогда за 2.5 в принципе выставлю, я так и хотел бы выставлять, поэтому сейчас я вам покажу эту систему, если здесь вообще места еще есть. Так, закрываем машину, заводим ее, и нам нужно встать, так, по-моему вот сюда можно встать, давайте мы это сделаем. Блин, велосипед продает за 2 миллиона 600 тысяч, у меня Раптор, блин, дешевле будет стоить получается. Добро пожаловать на Автобазар, здесь вы можете продать, так, даже в ФК, окей, давайте выставим за 2.5 миллиона в принципе. Все, пацаны, у меня забрали, получается, Раптор за 2 миллиона 350 тысяч, ну в принципе это нормально, вот здесь, видите, все остальные машины также продаются. Возможно, я себе какую-то тачку бы купил. Блин, лям, лям получается, да, лям за тренажку, конечно, это сильно. Может быть, в следующей серии, либо в этой серии какую-то тачку мы себе купим. 4.5 миллиона, блин, кстати, прикольная машина, я бы ее себе взял, но у меня даже столько денег нету. Так, здесь у нас есть волчок, 12 миллионов, точнее не волчок, а Е320 есть. И он стоит просто, да, он стоит 12 миллионов, пацаны. Это довольно-таки серьезно. Так, 2.700, видите, ну я дешево, да, продал в принципе, потому что я не хотел ждать, пока кто-то у меня его купит. Хотя вот тот же чувак за 2.5 миллиона продает. Ну, короче, здесь тачек нету каких-то дешевых, я бы себе какой-то жоповозик бы взял на самом деле. Я тачку свою продал, поэтому придется сейчас релохаться, пацаны, брать копеечку и ехать на ней получать номера. Возможно, что-то нам довольно-таки интересное выпадет. Возможно, нам выпадет какой-то блатной и красивый номерочек. Короче, релоху и встретимся уже, получается, в ДПС. Все, пацаны, я перезашел, но я пока что не в ДПС и решил начать от гаража. Блин, теперь такой гараж пустой, у меня тут стояло 3 машины. Паршака я, получается, дам сегодня уже победителю. И поэтому у меня останется только копейка, пацаны. Блин, такой красивый гараж и будет стоять только копейка. Ну, возможно, потом себе что-то куплю, но я думаю, вам вообще интересно, зачем я продал раптор. Раптор я продал для того, чтобы у меня были деньги, я мог для вас снимать ловлю. Потому что, как вы помните, в предыдущей серии, где я там пасхальный квест выполнял, я потратил денег много очень на эти яйца. И поэтому у меня оставалось там лям с чем-то. Поэтому мне пришлось продать раптор, чтобы у меня были деньги, чтобы снимать ловлю. Да, конечно, пока что у меня это получается очень плохо насчет ловли. Потому что я даже не знал, как дом ловить. Но вы мне там в комментариях объяснили, конечно, в грубой форме немножко. Но я, в принципе, все понял, поэтому постараюсь больше не тупить и ловить нормально дома. Хотя бы пытаться их ловить. Потому что я просто стоял там, бегал и в итоге даже не пытался ничего словить, как бы. Ну, понимаете, у меня это первый опыт, поэтому для меня это простительно, пацаны. Все, едем в южный и посмотрим, какие нам номера, в принципе, выпадут. Ну что ж, вот я вошел в ДПС, давайте попробуем получить номера. 172. Видите, нам пишутся сразу цифры, а буквы нам не пишутся. Сейчас попробуем, может быть, пару раз получить номера и выбить какой-то именно красивый номер. Все, я приехал, получается, давайте поставим номер ORK172. Ну, хреновый номер, давайте я пару раз попробую какой-то номер поставить. Если выпадет что-то хорошее, то я вам, в принципе, это покажу. Короче, пацаны, у меня не получилось выбить какой-то блатной номер, я пытался пять раз это сделать. Вот такой только номер, более-менее такой прикольный выпал, это WOW252. Это самый нормальный номерок выпал. Но если вы хотите, можно будет посвятить полную и отдельную серию и попробовать выбить номера на, допустим, на разные машины. Какую-то еще машину куплю недорогую и будем пытаться на них выбить, типа, красивые номера. Если хотите, то пишите об этом в комментариях. Ну, а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Победитель обязательно получит свою машину, я вас в этом уверяю. У меня остается, получается, только копеечка. Все остальные машины я продал, RS-ку я продал, она здесь была, и Raptor я продал. Скорее всего, наверное, в следующей серии либо будет ловля, либо я куплю какую-то себе еще жоповозку недорогую, помимо этой машины, чтобы у меня была. Поэтому, короче, ждите следующую серию. Все, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой ник при эстрации. Пишите, кстати, свои идеи в комментариях, что вы хотите, чтобы я поснимал на родине, для меня это очень важно. Все, пацаны, всем пока-пока.